Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы сейчас нападаем на старый лагерь нашим предводителем Ли В принципе тут я уже кое-что вырезал, да, из начала второй серии Ну, это практически что было, перетрубация, да, перемещение войск Ли С лагеря охотников непосредственно к крепости Хориниса Здесь мы с вами попробуем уничтожить основные силы, соответственно, старого лагеря У нас тут по идее, что два арбалетчика есть, да, тяжелые бандиты И все остальные это просто стандартные бандиты с головорезами В принципе ничего сложного в этом нет Можно также еще ночное сражение сделать Но я думаю, чтобы для лучшего обзора вам было все видно Проведем саму битву Я надеюсь, что после того, как мы уничтожим армию врага То есть старого лагеря, да, командир Нек Кстати говоря, это не тот ли самый Нек, который был найден мертвым в пещере В первой готике, ребят Не он ли Возродившийся, да Итак, короче говоря Все, нападаем сейчас на крепость Хориниса Потому что, как я уже сказал, со взятим лагеря охотника Мы ее окружили со всех сторон И, по сути, сейчас пойдет эскалация Мы должны взять эту крепость И тогда в этом регионе мы еще больше укрепимся Что же, надеюсь, никаких вылетов после конца этого хода не будет Потому что вылеты после конца этого хода Были основной причиной задержки выхода второй серии Еще раз повторюсь Вот, надеюсь, что все у нас пройдет нормально в этот раз И пойдем мы далее Кстати говоря, потом еще сейчас я зашел в группу ВКонтакте этого мода И там парниша один написал То, что здесь до сих пор, оказывается, не подфиксили имбалансных гоблинов Которые, ну, которым почему-то прописано слишком дохрена бабла И у них, типа, слишком дешевые юниты И они спамом, типа, тактикой Зарграша, да А в итоге оккупируют всю Мертану с бандитами Вот, и говорят, чтобы такого не было Надо в Дескорстрат, ну, в текстовый файл пройти И прописать им голды минус 10 тысяч Вот, тогда они, ну, по сути, будут, как обычные, скажем так, мятежники в Medieval 2 То есть особых проблем от них не будет Что, в принципе, изначально и должно было быть Так Что, Коля ставить нам или нет? В принципе, смысла нету, да, у них конницы нет Нет никакой Так, у нас получается, что Так, у нас два лучника Так, и обычные наемники Так, генерал Ли Сейчас пойдем Наступать Надеюсь, еще раз говорю, надеюсь, что вылета никакого не будет Блин, надо вот управление переделать Перемещение армии, да, не на стрелочке сделать, а на ВСД А то совсем отвык я от этого управления Так, все, пехоту ставим Смотрим, где противники А противники, оказывается, уже развернулись Так, ну, бандит у нас тоже, как вы видите, обычный, с дубинами То есть ничего такого сверхъестественного Сейчас будет битва на равных, на самом деле И надеюсь, что мы не сольем Так, тем более мы сейчас будем подниматься Поэтому лучше, наверное, сейчас Так, разомкнем строй улучников И отправим их воевать Шнелек камст Так, где у нас еще лучники были? Дайте вперед Итак, собственно говоря Непримиримые враги Здесь сейчас встречаются На поле боя Соответственно, старый лагерь С новым лагерем Это будет действительно интересно Посмотреть Ну, идейные враги Идейные противники А, блин, стоп Это же ведь не лучники Тут подсветка еще Довольно-таки хреновая А, все, я... А, вот они где были Просто дело в том, что тут последний юнит Очень так подсвечивается Хорошо, я думаю, что я его выбирал каждый раз Так, тем не менее, я вижу врага Так, стрелки бандитов Все, я уже вижу старый лагерь Хотя, почему-то, знаете Выглядят они как просто, знаете Копия, копия, копия нас Наших Ну, видимо, это уже какие-то остатки бандитов Судя по всему Остатки от того, что было в старом лагере Я не знаю, почему они так Такое прям большое сходство Потому что у них в основном Как бы такие красные одежонки А так-то, как мы видим В принципе, тоже такие Меховые шкуры кожаные Поброньки По сути, мало чем они от нас Я отличаюсь Где там костюмы стражей И так далее Может быть, мы их в долине рудников Увидим настоящих трушных Не знаю Так, ладно Но пока, 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 пока Будем их бить Стрелки Стоять Да, сейчас бы хотя бы Один отряд конницы Не помешал явно Так, ну что Давайте, наверное, их гнать В хвост и в гриву Ибо нефиг Да, давайте Потихоньку сокращаем их численность Так, вот еще гребаные стрелки Так, уходим, уходим Ли, осторожно пока что Будь на месте Так, ну все Сейчас пошел ближний бой Накружаем Так, вот теперь сваливаем, ребятки Теперь сваливаем Теперь будем помогать нашим Ибо чую будет сейчас нам сложновато Блин, так Головорез бунтует Отлично Смотрите, неплохо У них боевой дух вообще Не при какой, блин Так, слушайте Это очень Это очень даже хорошо Боевой дух Они очень сильно теряют Прям бегут как сучки Странно, что у них тут С боевым духом стало Почему у старого лагеря Такой низкий боевой дух Че интересно случилось Или неужели у Ли Какой-то артефакт есть Который полностью Я не знаю Лишает боевой дух Противника вообще полностью Смотрите Остался только, да Один отряд бандитов Ну и все У них тоже боевой дух Не к черту Короче говоря Изи Изи Я даже не вкусил Особо Не успел вкусить Все прелести Этой битвы Так Ну сейчас Сейчас по новой идут Да я еще раз говорю Они как-то не похожи На бойцов старого лагеря Это больше Действительно На каких-то обычных бандитов Они похожи Внешне Так Ну тем не менее Сообщение победы Я еще не вижу Значит Где-то 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 Еще сражаются Не все еще убежали А Ну они Постоянно Видите У них То они Приходят И уходят Какие-то Непостоянные Ребята Ну что же Побудем Немного Викингами Наверное А Уфгейтс А Ну это Стрелки Ну-ка Ну-ка Гасить Этих Ублюдков Пехоту Пока Оставим Наш Пока Развлекаются Вот здесь Вот это Я понимаю Замес Стреляем С Так Ладно Тоже Не даем им Возможности Как-то Успокоиться Хотя Может быть И черт С ними В принципе Лучники Достают А Ну все Их уже Лучники Преследуют Поэтому Не страшно Так Что у нас С остальными Ребятами Еще Стылки Бандитов Решили Пойти Прям На нас Ребятки Но Это уже Не более чем Самоубийство С их стороны Да Долго их Конечно Таким Макаром Валить В принципе Уже все Все Да Ладно Так Все Ушатываем Ушатываем Стрелков Арбалетщиков Не Странно Мне Все Так Кажется Что Это Какие Не Те Не Тот Старый Лагерь Видимо Надо Возвращение Что Лиг Поиграть Чтобы Это Все Понять Просто Ребята Опять Повторюсь Дело В том Что Возвращение Каноном Не Считаю Потому Что Это Именно Чисто Фанатский Мод А Фанатский Мод Это Ну Максимум Кем он Может быть Чем он Может быть Это Ну Фанфик От силы А Фанфик Они Априори Не Считают С Каноном Вот И Все И Поэтому Соответственно Насколько Я понял Многие Вот Эти Вот Территории Которые Я Не Знал По Лору Они Их Вели Как Раз Именно С Возвращения Проблема Лишь В том Ребят Что Многие Считают Что Почему То Я Не Знаю По Причине Многие Считают Что Вот Территория Земли И острова Которые Были Введены Благодаря Моду Возвращения Они 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 Типа Считаются Каноном Но Это Не Так Официального Подтверждения От Пираний Нету А все Остальное Это Как я Уже Сказал Не Более Чем Фан Фиг Просто К чему Я Это Говорю Потому Что В комментариях К первой Серии Там Был Какой-то Парниша Очень Забавный Он Всячески Всячески Уверял В том Что Типа Готамирон Это Произведение Фанфик Которое Было Написано Одним Из Фанатов Готики Типа Его Следует Считать За Канон И События Сюжета Готики 4 Тоже Надо Считать За Канон Знаете Тут Просто Я С Эшкингом Еще Пообщался Говорит Блин Короче В Готане Говорит Свои Рабы Пепла Хватает Короче И Короче Что Во вселенной Зелдер Скорлса Что Во вселенной Готики Есть Свои Рабы Пепла Которые Ни хрена Не понимают Что происходит И Ни хрена Не понимают Что они ведают Забавно Конечно Но Че поделось Так Ну че Собственно Вроде Как Все Это Полное Поражение Мы Кстати Потеряли Всего 153 Человека Короче Обычные Бандиты Что-то Как-то Без командира Никакие Абсолютно Так Но самое главное Что мы их завалили Так Размер выкупа В принципе Всех казним Это наши Идейные Противники Загоняем их В крепость Кориниса И Добиваем Так Кого мы еще Можем нанять Лесных Бандитов В принципе Да Давайте Коих Наймем И давайте Посмотрим Че там У нас За Такие Прям Офигенные Ули Цвиты И особенности Что Все Прям Из Старого Лагеря Испугались Его Так Плюс Четыре К жестокости Топор Берсерка Плюс Четыре К командованию Отрядами Во время Наступления Плюс Три К авторитету Поезд Защиты Ну это Понятно Плюс Три Жизненные Силы А есть Ли Какие Нибудь Бонусы Когда Он Пугает Например Врага О У него Даже В свите Анар Есть Замечательно Ну командование Атак Командование В атаке И жестокость Наверное Влияет Как-то На дизмораль Вражеской армии Насколько я понял Так Ну Кармия Полностью Снабжена Это позволяет Жить за счет Местных земель В течении Четырех Ходов Или двух В иностранных Регионах Перед Сокращением Собственных Запасов Так Эта армия Имеет Достаточный Запас Чтобы Находиться В 8 Ходов На иностранной Территории Или 16 На своей Опа Тут еще И система Снабжения Введена Кстати говоря Тут кстати Введены Еще Ролевые Элементы Вот например Путь тактики Знание тактики Позволяет Вашему полководцу Извлекать Максимальную Выгоду От ландшафта Погодных условий Военной разведки Условия Получения Следующего уровня Навыка Выиграть Сражение Потери Менее 35% Шанс Получения 3% У нас Получатся Эффекты Командования В обороне Плюс 1 И очки Стратительства Осадной Техники 25 Что же Очень Условия Условия Защищать Условия Ну, чтобы они не были такими имбовыми на материке, иначе... Ну, мы столкнёмся, действительно, если верить пользователям, которые уже играли в этот мод, да, то, что на позднем этапе ты приплываешь в Миртану, а там, оказывается, Миртану между собой поделили бандиты и гоблины, вот. А как бы такие, ну, мажорные фракции, которые, по идее, и должны быть, их... Их либо нету, либо они влачат жалкое существование. Поэтому, пожалуй, я тоже разберусь с этим. Вот. Ну, а что мы, в принципе, сделали за это время? Смотрите, нам сейчас надо курятник Сикоба построить, чтобы у нас фермеры были. Так, что у нас ещё? Так, лагерем лесорубов. Дайте голду, и у Сикоба тоже, наверное, курятник построим. Так, ну и молимся, чтобы сейчас игра не вылетела, потому что у меня вот после конца этого хода, я помню, игра вылетала. Так, Ли-2 какой-нибудь. Вот, очень сильно надеюсь, что сейчас всё пойдёт как надо, да, и мы не вылетим, иначе будет жалко. Ну, а даже если вылетим, ну, тогда придётся... Придётся, я не знаю, писать разрабам, да, и говорить, что вот есть критические вылеты. Вот, надеюсь, что сейчас вот я чувачков разбил, и ситуация благополучно сложится, и мы, соответственно, нормально проведём следующий ход. Так, поехали. Нет. Игра говорит нет, игра говорит Say No. Ну что же, друзья, вы сами всё видели, вот, поэтому, соответственно, это была главная причина того, что... Второй серии так долго не было. И так, видимо, будет продолжаться очень и очень долго. То есть я могу сейчас просто тыкать следующий ход, и всё равно будет возникать эта ошибка. Причём, из чего она возникает, непонятно. Пойду, наверное, к админу в той группе ВКонтакте, там, я не знаю, или там на стеночке вынесу сейв с вот этой вот ошибкой. Что она означает, я не понимаю. Ну, короче говоря, хотя бы я вас ознакомил с этим модом. Может быть, может быть, у вас он тормозить или вылетать не будет. Может быть, за какую-то другую фракцию он будет нормально себя ввести. А может быть, стоит просто подождать, пока выйдет новая заплатка и новый патч. И тогда полноценно начать. Посмотрим, короче говоря, пока что вот так вот. Да. К сожалению, пока так. Так, дорогие друзья. Ну, хотя бы хоть какое-то представление ознакомительное я вам дал. По... Ёб твою мать. По готике Total War. Можете дерзать. Устанавливать и играть. Возможно, у вас вылетов не будет. А пока что на этом все. С вами был Тимыч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok